В Ногу со временем в Бобруйске установили QR-код у памятника воинам 1-го Белорусского фронта. Информация, которая говорит, дает полную картину событий. В чем плюсы ноу-хау? Ни пойман ни вор, в Могилеве установлено несколько случаев хищений. Заметно взяла оттуда крупную денежную сумму и ушла. На что женщина спускала украденное? Гарим в филиале Беларусьбанка прошли специальные учения МЧС. Мы оценивали действия своих подразделений. Как это было? А также карточный бум, теплый уикенд и комфортабельный перелет. В Белаве появится система развлечений, что туда включат. Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Островецкий район. Президенту доложили о завершении строительства и приемки в эксплуатацию АЭС, о ее интеграции в экономику страны и перспективах сотрудничества с госкорпорацией «Росатом». Глава государства осмотрел территорию электростанции, посетил здание управления второго энергоблока. У меня же и замысел такой был, когда строили. Мне же надо было у россиян вытащить компетенции. И я Путину сказал, ты знаешь, станцию-то ты мне построишь. Но мы должны вместе строить. И мы должны научиться. Ну, насколько это возможно по максимуму. Ну, за исключением, к примеру, реактора. Вот мы обсуждаем. Ну, что нам строить реактор? Есть кому строить и хватает производства и так далее. А все, что можно, мы должны научиться. Надо Путина поблагодарить. Он молодец. Он говорит, все, что ты попросишь, все, что белорусы могут, берите, делайте. Вместе, говорит, поедем за границу строить. Вот какая была большая цель. А построить станцию, ну что, ну построим, это не вопрос. А вот научиться, и они сделали великое дело для нас. Мы с ними можем сейчас ехать. Даже они 50 на 50 стоят. Мы можем уже 75 на 25 стоить. Вот какая была главная идея. Чтобы наши люди, наши научились. Это же космическое производство. Второй остановкой Александра Лукашенко стала центральная районная клиническая больница. Президенту провели экскурсию по отделениям лучевой диагностики, физиотерапии, трансфузиологии. После глава государства встретился с трудовыми коллективами города и района, а также жителями Островца. На воре шапка горит. В Могилёве произошло несколько случаев краж. Оперативники задержали 36-летнего мужчину. Он похищал велосипеды из многоэтажек. Злоумышленник проникал в дома под вымышленными предлогами и угонял транспорт. Во время очередного рейда удалось установить личность фигуранта при помощи видеокамер. И это не единственный случай. Местная жительница украла около 6 тысяч рублей из магазина, в котором работала. Всю сумму она спустила на азартные игры. Сдавая наличные, Могилевчанка незаметно взяла оттуда крупную денежную сумму и ушла. Деньги она после потратила в одном из казино города, почти сразу проиграв всю сумму. Возбуждены уголовные дела. Рост пенсии, условия оплаты и популярность кредитки. В Беларуси стали чаще использовать карты для безналичного расчета. Насколько выросло количество платежей. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В 2024-м пенсия по возрасту увеличится на 15%. Ее получает каждый пятый житель Беларуси. Это более 2 миллионов человек. Расходы в следующем году превысят 27 миллиардов рублей, из которых более пяти планируется направить на различные пособия. Основными тратами останутся пенсионные выплаты. В Беларуси стали чаще использовать карты для безналичного расчета. За последние три года количество платежей выросло на 40%. Весной оборот кредиток добрался до отметки почти 18,5 миллионов. При учете численности населения республики на каждого беларуса в среднем приходится по две штуки. Плату за коммунальные услуги пересчитают для граждан, не занятых в экономике и выехавших из Беларуси. Трудоспособные безработные жители оплачивают коммуналку по полным тарифам. По новым правилам перерасчет сделают за период с момента попадания в список. Белавиа разработала систему развлечений. В нее войдут локальный Wi-Fi, фильмы, книги, журналы, средства массовой информации. Пассажиры смогут воспользоваться всеми благами во время длинных перелетов в Турцию, Египет или Индию. Реализация такого вида отдыха запланирована на 2024-й. Беларусов ожидают длинные и теплые выходные, но не обойдется без осадков. В субботу прогнозируются кратковременные дожди. Ночью во многих районах будет усиление ветра порвами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем максимально 14 тепла. За понедельник 6 ноября, напомним, придется отработать 11 числа. Скорость реакции в Бобруйске прошли тактика специальные учения. На предполагаемый объект возгорания филиал Беларусьбанка прибыло несколько пожарных машин и карета скорой. Укротители огня оперативно ликвидировали задымление и спасли потенциального пострадавшего. Медицинские сотрудники оказали ему своевременную помощь. На все про все ушло 20 минут. Основной целью учения было, естественно, это дать оценку действиям персонала первоначального. Это пожарные дружины, санитарные дружины на первоначальном этапе при возникновении пожара на предприятии. Ну и дальше уже, конечно же, мы оценивали действия своих подразделений. Учения такого масштаба в банке проводятся раз в пять лет. Они позволяют сотрудникам быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях. Для спасателей же это возможность отработать план действий по ликвидации ЧП и эвакуации людей. Мы вместе за Беларусь. Бобруйск присоединился к республиканской профсоюзной акции. В рамках масштабного проекта около исторического места у санатория имени Ленина установлена табличка с QR-кодом. Подробности у Никиты Александрова. 2022 год исторической памяти ознаменован увековечиванием подвигов наших дедов и прадедов. Благодаря Федерации профсоюзов и другим общественным объединениям благоустроено множество значимых мест. В программе полезное современное нововведение – табличка с QR-кодом. Теперь такая располагается и возле памятника воинам Первого Белорусского фронта. Это информация, которая говорит, дает полную картину событий, которые были в годы Великой Отечественной войны. Это дорогого стоит, поэтому что мы должны эту память сохранить и как можно больше донести ее до подрастающего поколения. После во Дворце искусств торжественная часть патриотической акции «Мы вместе за Беларусь» собирает порядка тысячи человек. На церемонии награждения чествуют заслуженных бобручан за многолетний добросовестный труд и активное участие в жизни профсоюза. Вы знаете, для меня самая главная награда в жизни – это когда я встречаю или своих выпускников, или родителей, которые говорят спасибо. Ну а государству спасибо за то, что оценило мой труд. Приятный подарок – концертная программа с именитыми артистами страны. На сцене группа «Аура», «Бренд Бай», «Бай Сити», «Виктория Олежка», «Шоу-балет Феерия» и не только. Звезды белорусской эстрады заряжают энергией. Аплодисменты в полном зрительном зале не смолкают. Атмосфера, как всегда, потрясающая. А как же может быть по-другому в Бобруйске? Здесь всегда замечательно принимают. Мы здесь уже не впервые, поэтому... Ну, у нас здесь не было только сольным концертом, а с акциями, с другими выступлениями. Мы здесь уже давно бываем и знаем, что здесь потрясающая публика, потрясающие залы. Всегда тепло, атмосферно. Ну, просто зритель показывает, что очень тепло и замечательно относится ко всем нашим артистам. Акция «Мы вместе за Беларусь» объединяет настоящих патриотов, помогает сохранить память о великих подвигах и отдать дань уважения тем, кто сейчас трудится на благо страны. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. С верой в сердце в Бобруйске прозвучит молитва о мире во всем мире. В возрожденном соборе Александра Невского в воскресный день 5 ноября в 9 часов утра пройдет божественная литургия. В 14.00 состоится молебен, который возглавит при освящении Шевладыка Серафим. Приглашаем жителей нашего города Бобруйска и также гостей из других городов посетить храм-собор наш Александра Невского. В настоящее время, конечно, мы полностью сконцентрированы на завершении строительства собора. Очень хочется, чтобы скорее зазвучала молитва здесь не только по великим праздникам, но каждый день. Собор святого благоверного великого князя Александра Невского имеет знаковую историческую память не только для города, но и для всей страны. Работы по восстановлению культурного наследия в стиле ампир ведутся ежедневно. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова